а я на практ интересным способом знакомый поделился со мной ссылкой предложил прослушать подкасты в особенности срезонировал момент с божественной яичницей там короткие эти сообщения и прослушав до конца все подкасты то что я считал ощущенчески изначально это было очень малая доля наверно были вот то первое сообщение вот касательно страха касательно внутреннего ребенка прям отдаленно оно как-то было но я чувствовал внутри что есть какой-то такой момент есть вот такое состояние которое ощущается остальные подкасты они больше были для меня каким-то таким текстом я точно знал что прослушив все подкасты я должен записаться на практ и уже усиленно скажем так идти на практе первое что дал практ это такое можно сказать осознанное взаимодействие на дистанции своими мыслями то есть нет такого как раньше проваливание в самомышлении с определенным последствиями соответственно глубокое взаимодействие с самим собой появилось ощущение себя более такое явное начал сам совершенно по-другому собой взаимодействовать ну если просто сказать подружился сам собой еще больше стал себе другом могу сказать что давай каждый день отчет во первых что очень важно вырабатывается систематичность такая и я могу с теплотой отозваться о том как я на взаимодействие с какой-то информации в отчетах когда например что-то тяжело или когда ты начинаешь заходить немного не туда и как я на себя поправляет в эти моменты но это не то что как бы так явно я на говорит что делать именно и через через голос подводит таким каким-то определенным координатам который ты сам должен ощутить и с которым ты должен столкнуться за 4 месяца на практе скрылось очень много интересных вещей по поводу себя по поводу считывания по поводу считывания голосом самый важный момент это то что начал сам себе говорить правду начал учиться ощущать правду самому себе и неправду в том числе как это отзывается в теле и И причем, начиная говорить себе правду, ты начинаешь наблюдать, как это влияет на твое состояние, на твою связь с самим собой и на твое здоровье в том числе. По ощущениям наблюдения, это в первую очередь осознанное взаимодействие с самим собой и желание узнать правду о самом себе. Но вот это само считывание самого себя и в том числе это раздоржествление, и в целом получается, что наблюдение это как такой ключ к познанию самого себя. Если сравнивать, собственно, сам практ и какие-то другие практики или вещи, эзотерики или мастеров и так далее, что могу сказать по поводу различия? Во-первых, момент заключается в том, что ты не находишься в состоянии ученика, в состоянии жертвы, вот как какого-то такого маленького человека, а Яна как раз-таки помогает тебе ощутить целостность самого себя и что ты сам есть ресурс для себя, и ты сам все можешь, и ты сам все делаешь. Но самое главное, это именно ощущение и частота трансляции, потому что пройдя какое-то количество пути на практике, я ради интереса решил посмотреть и считать какие-то вещи из прошлых практик, из прошлого опыта, из эзотерики и мастеров. По ощущениям, наверное, все, что есть в всяких практиках, эзотерике, это все по факту является ментальной чистотой, такая игра, скажем так, в осознанность. Ну, оно, собственно, так и ощущается. Поэтому практ Яны и какие-то практики, это все совершенно разные вещи. И касательно вот своих личных ощущений, я не могу сказать, что когда я еще взаимодействовал с различными вещами до практа, был такой момент, что я не понимал, зачем нужно постоянно что-то практиковать, и на самом деле возникало такое как бы сопротивление изнутри. Это было очень странно, то есть нужно постоянно все практиковать, а когда, собственно, жить свою жизнь? Созвонов с Яной в процессе практа, это немножко другой формат взаимодействия. Обмен голосовыми сообщениями, это такое какое-то немножко запоздалое взаимодействие. Все же в процессе созвона это более такое, более явное трансляция состояния через голос. И, во-первых, когда Яна что-то говорит, можно считать это в голосе, что именно Яна показывает. И ты сам, когда это ощущаешь, начинаешь транслировать в голосе, тогда все как бы сразу видно и понятно. Если происходит какие-то отклонения, то это очень эффективный способ взаимодействия. И я благодарю Яну за то, что в некоторый момент Яна звонила со мной, указывал на какие-то моменты. Очень много ключей Яна дала именно в процессе созванивания. Там очень много вещей. Поэтому, да, это очень эффективный способ взаимодействия. Ощущается колоссальнейшая разница. Во-первых, ощущается, изменилась координата трансляции, изменилась частота голоса, изменился сам голос. Касательно голоса, кардинальные изменения. Именно касательно того, как я сам для себя изменился, это стало такое более спокойное, равновешенное состояние. Такое более стабильное, нейтральное. Очень важный момент такой, что ранее, когда я с кем-то говорил, был какой-то такой нетерпеливый диалог. То есть, прям, постоянно перебивал собеседника. Сейчас же опять, находясь в наблюдении за собой, это вообще все пропало. Из таких, можно сказать, интересных моментов, когда вот начинаешь стараться сам себе говорить правду и замечать, где неправда, можно также это все услышать в голосе другого человека. По ощущениям, люди совершенно по-другому начали взаимодействовать со мной. Наверное, даже сложно описать, как, скорее, больше как-то наравне, что ли. Почему-то приходит слово, как вот начали больше считаться, что ли. Если ко мне обратиться человек и спросить, идти ли на практике или не идти, конечно же, хочется сказать, иди. Но тут, скажем так, на своем опыте, могу сказать, что в первую очередь нужно стараться максимально правду себе сказать в том плане, что зачем ты туда идешь. Потому что может быть такое, что, возможно, человек идет, как бы, за какую-то игру в осознанность. Опять же, вот как люди любят заниматься всякими практиками и так далее. Но здесь все по-другому. И здесь и не нужно не стоять на гвоздях, и не нужно, там, засчитывать мантры и так далее. Человек, у которого сомнения, возможно, как раз-таки на него сильно влияет его же личность. Но тут, если есть ощущение, что нужно, то ты это ни с чем не спутаешь. Потому что это все ощущается внутри, даже когда, скажем так, личность давит. Хотел бы поблагодарить Яну за то, как Яна помогает в процессе Практа. За то, как Яна, скажем так, энергично вкладывает, как Яна вкладывает силу в то, чтобы помочь человеку. И насколько это искренне. Я вот уже на самом деле даже до Практа немного расстроился, что не может быть такого. Но на самом деле я очень благодарен Яне за то, что вот она искренне помогает человеку идти к самому себе. И это очень удивительно, как Яна понимает, что происходит с человеком. Но опять же, потому что она сама через это прошла. И с каким пониманием Яна помогает человеку, возможно, в какие-то свои грани посмотреть. С какими-то своими гранями столкнуться. Я понимаю, что, конечно, это звучит сейчас достаточно абстрактно. Но когда ты на Практе сталкиваешься с этими вещами, то это прям очень конкретно ощущается. И очень удивительно, что я попал на Практ к такому проводнику, как Яна. И очень меня радует то, что на самом деле Яна никогда не занижает тебя. То есть ты всегда наравне с проводником, потому что по факту получается ты есть сам проводник себя. И Яна как раз к этому ведет. Продолжение следует...